Всем привет! Смотрите, какая штука у меня есть. Это Roland SH-1A с динамиком. Если быть вкратце, то Roland SH-101 это один из самых популярных синтезаторов вообще за все время практически. Он был создан в 80-х годах и компания Roland в наше время уже решила сделать переиздание этого синтезатора. Поскольку пошла мода на клоны и переиздания, то Roland решила тоже не оставаться в стороне и сделала свой клон, вот этой популярной SH-101. И я хочу сказать, что, во-первых, это не аналоговый синтезатор, это цифровой синтезатор. Но он в себе содержит функцию ACB-технология. компания Roland, которую изобрела. И она, типа, восстанавливает звуки с помощью цифры, вот эти вот аналоговые. И это, конечно, здорово, но мы теряем очень важный элемент. Люди всегда хотели получить винтажный синтезатор, потому что он очень круто звучит. Не потому что у него нет каких-то функций, как в сравнении с современными. Функций здесь полным-полно. И даже, например, полифония тут даже есть. Вот в оригинальном ее не было. Но люди хотят получить тот самый жирный звук, аналоговый. И, конечно, оригинального у меня нет, но у меня есть очень клевый синтезатор. Novation Bass Station. Это такой рэковый синтезатор, который был создан уже в начале 90-х. И сегодня я бы хотел сравнить два синтезатора. Свой Bass Station 93-го года и вот такой вот Roland, который уже пришел к нам совсем недавно. Это копия тому самому Rolanda SH-101, очень популярного синтезатора, который в свое время использовали многие музыканты. Там Prodigy, Words of Canada, Chemical Brothers. Ну, в общем-то, мне кажется, он практически у каждого на студии есть. Это как если драм-машина 808 и 909 в качестве классической перкуссии, то синтезатор SH-101 это, в общем-то, классика лидирующих или каких-то басовых линий в электронной музыке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что же, мы только что послушали, как звучат оба синтезатора с одной и той же партией, для того, чтобы понять, насколько они друг друга отличаются. Я очень старался, чтобы настроить эти синтезаторы максимально похожи, то есть чтобы выстроить осцилляторы одной и той же волны, чтобы у них были одни и те же настройки, для того, чтобы сравнение было максимально честным. Насколько оно получилось честным, насколько оно получилось честным и решать вам. И также решать вам, какой синтезатор вам больше понравился. Вы можете позапариться и найти где-нибудь BU синтезатор олдскульный, если вам нравится вот тот самый винтажный звук. И если вы вдруг хотите много функционала, то вы можете просто пойти в магазин и купить уже вот такой вот синтезатор официальный от компании Roland. Хоть он цифровой, но зато он имеет ряд преимуществ. Например, у него есть полифонический режим, что тоже очень интересно. Еще одним из важных преимуществ является его размер. Он небольшой, его можно брать с собой. Вы можете использовать даже вот этот вот динамик для того, чтобы послушать то, что вы там настроите. Вы можете использовать его с батарейками. Но большой минус для себя, я считаю, в этом синтезаторе отсутствие CV-in. То есть здесь есть CV-gate-out, то есть выход отсюда, а in нету. То есть я не могу взять секвенцию своего модульного синтезатора и подключить его сюда. То есть он для Eurorack-системы, как звуковой модуль, вообще не годится. Это, конечно, не круто. Есть возможность также подключить к нему клавиши. Вот здесь есть официальный от компании Roland. Можно подключить клавиши. Вот здесь вот есть вход. Мне показалось, что он не очень удобным для моей системы. У меня все настроено так, что я использую в основном клоки, CV-гейты. Здесь вот MIDI. У меня, конечно, есть MIDI-сетап тоже, но почему-то вот такие вот устройства я хочу подключать напрямую уже к Eurorack. Я надеюсь, что это видео-сравнение для вас было интересным и полезным. Пока!